Студия, спасибо, доброе утро, Красноярска! Как вы можете заметить, мы снова находимся возле новогодней ели, красиво украшенной, но на этот раз уже не искусственная ель, а вот с самыми настоящими иголочками. Это на самом деле живая ель. И я знаю, что многие красноярцы, несмотря на то, что искусственные ели популярны, тем не менее, дают предпочтение вот именно таким елкам, потому что они и пахнут вкусно, и выглядят, собственно, очень эстетично. Но где же достать такую ель, как правильно ее выбрать, мы сегодня обсудим с сотрудником Министерства лесного хозяйства Края, с Александром Семашко. Александр Алексеевич, доброе утро! Александр Алексеевич, собственно, как правильно выбрать ель, где взять? По закону заготовка ели для новогодних праздников гражданами для собственных нужд запрещена. Самым простым и доступным способом является приобретение ели на елочных базарах, которые открыты уже по всем районам города. Предприниматели работают на этих рынках уже не в первый год, поэтому знают требования законодательства и не нарушают их. Ну, собственно, ель можно приобрести спокойно на таких рынках. Для тех, кто хочет выбрать елочку на корню самостоятельно, могут обратиться в Мининское участковое лесничество, и стоимость метрового дерева будет составлять порядка 500 рублей. То есть это стихийные рынки или они, собственно, появляются с документами, в общем? Ну, предприниматели не нарушают законодательство, и, в принципе, нарушений в последнее время практически не фиксируются. Но, тем не менее, самому нельзя ехать в лес и рубить елочку. За это последует, я так понимаю, штраф. Да, повторюсь, что самостоятельная заготовка гражданами запрещена. А сколько штраф составляет? Штрафные санкции составят на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 4 тысяч рублей. В случае, если ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, составит более 5 тысяч рублей, то есть нарушителям будет грязить уголовная ответственность. Придется заплатить крупный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. И также нарушителям придется выплатить ущерб, нанесенный лесному фонду. Ну, какие-то мероприятия проводите для профилактики? Да, конечно, ежегодно, в предновогодний период с 1 декабря на территории края проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Новогодняя ель», в рамках которой проводится патрулирование лесов, проверяются торговые точки новогодними елями, проверяется транспорт, перевозящий хвойную продукцию. Особое внимание уделяется профилактике, то есть работе с населением, которое дает свои результаты. И наблюдается ежегодная динамика снижения показателей, связанная именно с незаконной заготовкой хвойных молодняков. Таких фактов по прошлому году было зафиксировано 9. 9, да, а в этом году еще не было? В этом году, да, пока нарушений не было. Ну что ж, очень радует, что красноярцы действительно относятся к этому так, это очень трепетно. И все меньше и меньше нарушений становится, поэтому обязательно выбирайте елочку именно на рынке, сами не едьте в лес, тем более вот такие у нас штрафы. Передаю слово вам, студия. 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 Передаю слово вам, студия.